Итак, дамы и господа, здравствуйте. Сегодня мы не будем говорить о героях и предметах, а поговорим в общем о нашей любимой игре. Посмотрим, какие функции в ней являются самыми бесполезными или переоцененными. Начнём. Кнопка поиска по друзьям. Бесит не сама функция, а надпись, которая создаёт иллюзию того, что у меня есть друзья. Спасибо за поддержку, Дота. Вкладка трофеи. Кто-то реально их коллекционирует? Если да, напишите комментарий, зачем. Ребят, нет, ваш папа не вернётся, если у вас будет много трофеев. Вкладка магазин в меню игры, где сеты за 26 копеек продают за 326 рублей. Реальные сидиоты, которые это покупают? А, извините, там же продаётся актуальный пропуск в авточесс. Гласс Асари. Спасибо вам за подробное объяснение, механик. Интересно, что выберет новичок? 15-минутное видео на ютубе или невероятный гласс Асари с письменной инфой, написанной на иврите в 15 веке до нашей эры? Галочка мини-карта справа. Кто-то реально так может играть? Разве что бедный новичок, который в первый раз зашёл в игру и не посмотрел ни одного видео. Кнопка выхода из игры. Все мы понимаем, что мы выходим из доты, либо из-за рейджа и удара по компу, где он отключается, либо комбинации клавиш Alt-F4. Просто так выйти из доты невозможно. Стили интерфейсов стали нереально плохи после перехода доты на Source 2. Их сильно порезали, да и качество картинки выросло, а вот интерфейсов нет. Гайды и руководство Грейшарка. Если вы играете на них, немедленно прекратите. Найдите задрота героя и послушайте, как собирается он и в каких обстоятельствах лучше собирать определённые артефакты. Вы вообще знали, что стрелочки в левом верхнем углу экрана оказываются за что-то отвечают? Поддержка жойстика в доте. Спасибо, Valve, что добавление руля для управления разбега бары. Что мы делаем? Это вот руление там какое-то педалированное. Вот и пришло лето, а вместе с этим и новый ивент на Эпик Лут. В новой бесплатной мини-игре, в которой тебе нужно объединиться с тиммейтами в рейде на босса. Атакуй Рошана одинаковыми стихиями, чтобы нанести больше урона. Зови друзей и сажайся с ними бок о бок. За победу над боссом получай призы и осколки Аегиса, которые можно копить на протяжении всего ивента и потратить их на халявные сундуки, а играть можно бесплатно раз в час. А также, пока держишь БП в доте, он уже есть у Эпиков с ДК Хуком и плечами на СФ на последнем задании. Скорее забирай и выполни 15 квест, чтобы забрать легчайшую аркану. Ссылку на мини-игру с боссом, а также на боевой пропуск я оставлю в закрепленном комментарии. Так же, как и промокод на 15% к балансу и дополнительную попытку в мини-игре. А также поддержку коробки передач. Фэнтези, коллекционирование карточек игроков. Ребят, есть специальные сайты со ставками, конечно осуждаем, где можно это нормально сделать, а не вот это вот всё. Апнутый доминатор. Да, я говорю, что предметов не будет, но Valve, сделайте хоть что-нибудь с предметом, чтобы его собирало больше двух героев. Премиум наборы. Ничего уродливого за такое огромное количество кристаллов я не видел. Туда же относятся и инструменты. Если вы не супер-мега-задрот скинов, гемчиков и прочего на них, забейте. Вам эта вкладка никогда не понадобится. Круто, поверните направо. Туда же и вкладка каталога. С её невероятно полезным функционалом. Наклейки на героев. Не, я понимаю, в КС на оружие наклейки. Но в Доте на героев. Это слишком даже для пуджа со стоником. Рейтинг. Наверное, самая переоценённая вещь в игре. Немногим из нас предстоит стать киберспортсменами. Хотя для многих циферки и значок в левом верхнем углу экрана служат мотивацией играть в нашу прекрасную соревновательную игру. Где, конечно, можно выиграть соло, если керри вышел слайна 0.26, мидер на тинкере не справится с управлением и вы на свои любимые роли саппорта, либо троечки, пытаясь сделать хоть что-то. Всё усугубил патч 7.33 с новой системой Глика, которая абсолютно сломанная. Ведь многим игрокам, несмотря на плюсовое КД в матчах и на винстрик, всё равно снимало 1000, а то и более ММР. А кому-то даже с плохой статистикой давало плюс 1000 ММР. Так что, дамы и господа, играйте в своё удовольствие. Всем спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok